Плован вырыть – увидеть свои грехи. Поэтому святые говорили, не удивлюсь, если кто воскрешает мёртвых, видит ангелов, удивлюсь, если кто видит свои грехи. Вот что самое сложное. Нам всё кажется, что мы хорошие. Вот так приходится жить каждый день. Каждое дело, каждое слово, каждый разговор должен иметь смысл нашей встречи. Чтобы зрители лишний раз увидели меня, пусть лучше они меня в кино увидят, где я играю, где я умею что-то делать на эстраде, где я песни пою. Смысл нашей встречи, как мне кажется, грешный. Чтобы я рассказал, что я понял на протяжении вот этой жизни в церкви, если можно так её назвать. Потому что я падаю каждый день. Я падаю каждый день, как и все остальные. Но я научился это видеть. Вот за 12 лет я научился видеть, что я не могу ничего без Бога. Если я научился и понял, что я не могу без Бога ничего, значит, что я начинаю делать? Я начинаю искать Бога. Идите или пьёте, или всё делайте во славу Божию. Начинаю искать Бога всюду. Всюду предстоять перед Ним. Каждую свою мысль, каждый свой поступок, каждое своё дело. Если я проваливаюсь, пью или что-то такое, я скучаю по Богу, как пишет блаженный Силуан, скучает душа моя по Господу. Вот чего я достиг милостью Божией, с помощью Божией. Вот что со мной произошло. Я уже без Бога жить не могу. У меня не получается. Я пробую. Силуан, 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 Силуан. Силуан, 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 Силуан. Силуан, 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 Силуан. И ваше, дорогие Божие, обрящие княжь. Согласитесь, кино на христианскую тематику и христианское кино – вещи не всегда одинаковые. А вот фильм Павла Лунгина «Остров» оказался именно христианским и явил собой такое кино, которое заставило нас всматриваться в суть православной веры. Ведь «Остров» – это, пожалуй, первая игровая художественная картина, в которой честно и талантливо было сказано о главной цели христианской жизни – о покаянии. А еще в этом фильме мы смогли увидеть, как православному человеку нужно жить, что ставить во главу угла и даже как умирать. Главную роль в фильме «Старца Анатолия» сыграл актер, поэт и музыкант, в прошлом лидеру группы «Звук ему» Петр Мамонов. И многие после просмотра говорили, что актер будто бы сыграл самого себя. Мол, та же отшельническая жизнь, то же бегство от мира. А сам Петр Николаевич относится к своей роли спокойно и считает «Остров» очень удачной работой, которой можно не стыдиться. Ведь все, что он мог, сделал. Это во время съемок он целыми ночами думал, плакал. А когда посмотрел фильм, раз девять убедился – все сделанное было и верным, и точным. И «Остров» с каждым просмотром все больше и больше нравился актеру. На сегодняшнем уроке православия с размышлениями о вере и о творчестве, об «Острове» и о себе с нами поделится сам Петр Мамонов. В одном из интервью, говоря о себе, Петр Николаевич предупредил. Я ничего не вещаю, а лишь делюсь собственным опытом. Ведь я слабый, немощный, такой же, как все. Но у меня появилась алчба. Мне надо позарез, аж в горле пересыхает истину. А одно из имен Христа – солнце правды. К этому солнцу я всеми своими комариными силенками и стремлюсь. Ощущаю ли я себя актером? Я, Мамонов Петр Николаевич, да. Себя люблю за то, что в работе всегда по-честному. До конца. Изо всех сил на данный момент. All the best. А через пять лет смотришь и думаешь, как же я мог такую гадость сыграть. Но сердце мое спокойно, потому что знаю, на тот момент делал все. Все мои таланты разночисленные, но в том не моя заслуга. Щедрой рукой сапанули. С этим и живу. И стараюсь не продавать свое «я» и не тащиться от него. Где призван, там и служи. Все, все дела. Лицедеи, что за чепуха. Если ты людям счастье приносишь и радость, да скачи и прыгай и пой. А если ты под свечечку гнусавишь, гундосишь, Господи помилуй, то это блевать хочется. Вот где грех-то. Делай свое дело до конца. Как считаешь нужно. Художник, сказал Антоний Сурожский, если ты сделаешь из своего творчества иллюстрации своей веры, это, как правило, становится халтурой. И второе. Не бойся, художник. Твори. Твоя вера будет там. И то, насколько ты с Богом, будет там. У меня одна выскочила, это же моя безумная корреспондентка. Как вы можете, вы там сопли на стене с гитарой, как вы можете играть такого своего? Ну, после острова. Старцы, как вы можете здесь о Боге вообще говорить. Я говорю, родная, успокойся, значит. У нее, блин, с пеной у рта. Я говорю, успокойся, ради Бога, успокойся, успокойся. Ну, ее ребятишки потихонечку прямо на руки, вот так она бьется вся. Реально говорю. И потихонечку из зала так и вынесли. Лицедейство, понимаете? Вот какая картина. Поэтому делайте все. Делайте, работайте, и все. Хорошо. Только Бога любите прежде всего и больше всего на свете. Боже, муж, и жениди на совет нечистилих, и на пути грешных не ста, и на седальщик убителей не седя, но в законе Господне воли его, и закону его поучится день и ночь, и будет, як одреба насажденная у исходящих вод, а щеплот свой даст во время своя, и лист его не отпадет, и вся, и лека щеплорит успеет. Так он нечестивий, и так он, а як у прах. Его же возметает ветер от лица земли, и облав.